Всем доброе-доброе утро! 31 декабря 2021 года и мы с нашими чихуашечками, с нашей спанелькой Чикусей, конечно же с нашей Сабиной. Всем желаем доброго утра, как обычно, прекрасного настроения. Желаем всем добра, тепла, любви, крепкого здоровья. Желаем всем вам сегодня приготовиться к празднованию Нового Года, к этой волшебной ночи. И в эту волшебную ночь попросите у Дедушки Мороза свое самое сокровенное желание. Если оно доброе и волшебное, оно обязательно сбудется. А мы в свою очередь с нашими чихуашечками, с всеми нашими собачками желаем исполнения этого желания вашего. И не стесняйтесь мечтать, пусть мечты все ваши сбываются. Вот такой вот добрый приветик вам из Крыма. У нас плюс три, идет дождь. Ну это прекрасная зимняя погода для нашего региона. И пусть те, которые мечтали о том, что якобы не сбудется, обязательно сбудется. Мы посылаем во Вселенную такое желание. А она у нас Вселенная и Бог безотказный. Вот такая вот любовь у нас, посмотрите. Вот такая у нас Энечка, вот такая вот у нас любовь с Сабинкой. Сабинушка, давай скажи всем нашим подписчикам наши пожелания с Новым Годом. Уважаемые мои любимые друзья и подписчики, вас у меня стало очень много, что меня очень радует. Спасибо вам огромное. Мои слова благодарности просто через край. Мы вас очень любим. Благодаря вам наш канал и наш питомник развивается. Потому что ваши добрые слова меня на это стимулируют. Поэтому мы еще раз хотим вас всех поздравить. Всех вместе. Извините, если кому-то я не отвечу, не увижу лично. То всем, всех, всех я поздравляю. Желаю крепкого здоровья еще раз. Исполнения всех ваших начинаний и желаний. И, конечно же, пусть все будет хорошо. Мирного неба над головой. И все, что вокруг нас окружает, это создаем мы сами. Поэтому не стесняйтесь создавать добро, дарить добро и любовь. А собачки, конечно же, дарят нам столько тепла и добра и любви, что это просто какая-то бесконечность. Их жизнь состоит только из теплого, чего-то волшебного, посвятина этого космоса. И у них есть только мы. У них нет больше ничего, кроме нас. И этот момент, он меня всегда очень сильно тревожит. Поэтому я стараюсь всю свою любовь, всю свою заботу отдавать им по максимуму. Потому что их, к сожалению, короткая жизнь зависит только от нас. От нашего ухода, от нашего общения с ними. Вот так вот, как можно не любить этих маленьких человечков. Независимо, какая у вас собачка или кошечка. Все животные это чудо. И даже беспородные. Я обожаю всех животных, собак, кошек. Поэтому всем им крепкого здоровья, вашим питомцам. Сейчас очень много других разных питомцев люди содержат. Всем-всем пусть они приносят вам радость. А вы дарите им тепло, заботу. Хорошее питание, как я всегда говорю, залог здоровья. А в нашем питомнике, конечно же, произошли новости. Как обычно, каждый день в этом видео с вами поделюсь. И Мечикусенька, наша старушенька. Она уже, мне кажется, стала плохо слышать, но хуже. Да, мы это замечаем, конечно, с возрастом. У собачек меняется. Ты моя умница. Она думает, что она чихуашечка. Она с удовольствием тут со всеми прыгает. Итак, в нашем питомнике произошли вчера новости. Наш красавчик, черноподпалый ягуарчик, щеночек, да? Нашел свою мамочку. И поедет жить во Владимирскую область. Мамочку Елену. И поедет жить во Владимирскую область, как только подрастет и позволит возраст. Пройдет вакцинацию. Вот. И обязательно мы вложим все, что положено щенку по возрасту, по графику, а также социализацию, воспитание. Посмотрите на этого хулигана. Космос. Вот каким образом можно было так пролететь? Ну, хорошо, молодец. Ты меня удивляешь. Как обычно, чихуашки удивляют своей прыгучестью, учитывая, что наш космос, да и вообще, как бы, чихуашки, они коренастые, такие достаточно тяжелые, да? С тяжелым широким костяком. Смотрите, как это, ну, прыжок, ну, полтора метра. Послушайте, это, ну, полтора точно. Вот такой вот прыжок делает. Это наша Феодосия-звездочка. Итак, ягуарчик нашел мамочку. Мамочка Елена сделала себе такой новогодний подарок, с чем мы ее безмерно поздравляем. Это прелесть наш мальчик. И хочу напомнить, что к нам вчера в питомник приехал еще один житель. Это алиментный сынок, опять же, нашего космоса. Вот этого красавца, чисто шоколадный, с белой грудкой. Мальчик Дава, Давид, Мароте Давид. Мальчик предлагается для резервирования. Все так же по возрасту, по графику будут все вакцинации. Мальчик имеет документы. Уже прошел актировку клуба. По всем вопросам обращайтесь в личные сообщения. Пишите, не стесняйтесь. Возможно, вы захотите порадовать себя. Щенка можно зарезервировать. Это, как я рассказывала в каждом видео, чтобы было понятно. А также у нас, ну, в общем, у нас на сегодняшний день вместе с Давой, с Давидушкой, пять щенков Чихуахуа, которые предлагаются для резервирования. Переехать они к вам сейчас не смогут, потому что они еще не привиты полностью. Вот, и все вакцинации, обработки и карантинчики, когда пройдут, щенок сможет переехать. Но щенка можно зарезервировать. Заключаем договор, вносится часть суммы, и щеночек растет для вас. А также мы оговариваем доставку в разные регионы. Она есть и регионы, и страны. То есть все оговариваем. Потому что доставка и стоит по-разному. В принципе, здесь поблизости, там, Крым, Москва, Питер, все более доступно. Дальше, конечно, дороже. Но в любом случае, все мы через личные мои сообщения. Вайбер, Ватсап, Телеграм подключен. Плюс 7978-745-8062. Екатерина, я владелец питомника Чихуахуа, Кастропула. Итак, у нас пять щенков, свободные для резервирования. Каждый щенок описан в отдельных видео. Так, ну что, ну давайте зайдем. Что, что, Чикусенька. Они хотят, чтобы я их угощала, угощала без конца. Ну давайте посмотрим, что тут наши хулиганы наделали. Маленькие. Дядя, ну давайте всем скажем доброе утро, яселечки мои. Кормик рассыпали, отошли девочки взрослые, гуляем. Итак, и так, и так, давайте поярче Светику. Мы уже тут накувыркались, боже, маминой сладости. Итак, чунь-чунь-чунь-чунь-чунь. Давайте покажемся. Итак, свободные у нас пять щеночков. Это вот этот беленький с кремовыми пятнышками на спинке. Красавчик Сунюшка с голубыми глазками по кличке Ярик Джур-Джур. Так, Каринушка зарезервирована. Вот этот шоколадный хулиган Давид тоже свободен. Вот он шоколадик. Вот этот выглядит как черный. Это шоколад темный, такой насыщенный. Посмотрите, они меня кусают. Вот этот вот, Жанночка, ты меня кусаешь. Вот этот маленький черноподпалый мальчик-ягуарчик зарезервирован. Вот эта вот мелочь, вот эта вот сладкая. Вот эта белая длинношерстная Акса Берсен, попрыгушка, свободно. Сразу кусаться. И кто тут у нас еще? Так, 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 так. Ага, вот он Аяс Хакан в своем любимом тазике в меховом. Ну, Жанночке спит голубоглазик, свободен. И вот этот, они уже сонные. Ну, видео все есть. И будут еще. И вот этот вот красавец по кличке Алишер Марсель тоже свободен. По вопросам приобретения еще раз. Так, вот тут мы кушаем. Кариночка кушает. Все покушали. Я их хорошо сегодня покормила. В свободном доступе у нас еды нет. Вот пока насыпала. Пока взрослые гуляют. Так, знаете, что они делают? Они меня кусают. Вы мне видео дадите снять? Посмотрите, что это вы творите. Вот кому вот эта хулиганка вот такая вот нужна? Будешь так хулиганить, останешься у нас в питомнике. Ну, это чудо. Чудо в перьях. Вот такое вот. Акса Берсен. Ты разошлась. И Жанночка, вы такие парочка, знаете, хулиганок. То есть здесь у нас на свободный, да, резервирование, свободный четыре мальчика. И получается и одна девочка. Я от вас уйду сейчас. Вы меня больно кусаете. Вот такое вот веселье. Вот такая вот прелесть. Так, и по поводу кличек. Ну, я, наверное, сделаю отдельное видео. Еще раз хочу повторить. Если кому-то не нравится кличка собаки, которую я озвучиваю, а щенок нравится, вопросов нет. Вас никто не заставляет называть этими именами, которыми называем мы. Эти имена будут вписаны в документы. А вы можете называть хоть Сюся, хоть Бонечка, хоть Пусечка. Как вашей душе угодно. У нашей Этуаль вообще 10 имен. Этуаль вообще по документам не Этуаль, а совершенно по-другому ее зовут. Совершенно. Даже близко не похоже. Этуаль уже эту кличку придумали мы сами. Этуаль – это звезда по-французски. Она и есть наша звезда. Поэтому она Ксюша, Акса Берсен. Мы ее уже Ксюшкой зовем. А Ксюша, Ксюша. Ну, это тут уже такое дело, чтобы прицепиться. А также Этуаль наша. И Люба-Любушка целует тебя в губушке. И Жужа, и Чуча. Всякие-всякие шкодные имена. Мы, конечно же, Этуся, Лопуся. И поэтому тут вообще не вопрос. Будете называть, как вам удобно. И как вам нравится. И очень классно. Я люблю, когда много имен. И у людей, и у животных. Я считаю, что каждое имя несет свою ауру. И обязательно всегда только обращаю внимание, чтобы перевод имени в любом случае был хорошим. Хорошим. Вот, например, такое есть имя. Красивая женская Клавдия. В переводе Хромая. Ну, вот. Я бы, честно, даже щенка никогда не назвала. Хотя, возможно, где-то в другом языке оно переводится по-другому. Но я, к примеру, говорю. Поэтому я еще раз сделаю отдельное видео. Прочитаю вам имена наших щенят. И перевод их имен. Вот. Еще раз хочу напомнить, что взрослые наши собаки, которыми именами мы называем их, они не все совпадают с документами. Абсолютно не все. Есть прям вот просто, вот совершенно по-другому их зовут. Даже тот же наш известный мажорик. Его по документам зовут вообще забавный лунтик. А он у нас мажор. Также Майбаха зовут совершенно по-другому. Также Космоса зовут. Ну, почти каждую собаку есть, которые совпадают. Но не все. Вот такая путаница. Поэтому мне эта путаница нравится. Я ее прекрасно знаю наизусть. Все имена. Поэтому иногда мне не хочется раскрывать тайны наших имен. В смысле того, что наш канал смотрит не все любители нашего питомника. Мне не хочется, чтобы они там штудировали, искали наши крови. Ну, кому надо, тот, конечно, всегда найдет. Но маленькие тайны мы держим. Вот. Поэтому и часто собак, которых я приобретаю, я их называю другим именем. И не хочу, чтобы некоторые знали всю нашу подноготную, как говорится. Ну, и кто меня понимает, тот меня поймет, о чем я говорю. Вот это красавица Акса Берсен. Красотулечка. Хочу сказать, что все наши собаки имеют родословные, с шикарными кровями, с очень известными собаками по всему миру. Это не просто собачки какие-то там соседские, там повязанные между собой. Все собаки очень родословные и мировые собаки с мировым именем очень известны. И на самом деле все это очень интересно. Но самое главное, это итог нашей работы. Это наши вот эти вот крепыши, карандаши. Красивые, породные, шикарные. И я очень рада своей работой. Чувствую, что мы двигаемся вперед. Я поняла теперь, какая линия мне нравится. Какие линии, какой тип мне нравится собак, какой окрас мне нравится собак. Но самое главное достижение мои, это крепкие, здоровые животные, которые радуют вас своей психикой. Вот так вот Давид, который вчера к нам переехал, вот так он Жанночку завалил. Все они одинакового возраста, несколько дней разница. Поэтому, ну это вообще, вот ясли у нас замечательные в этот раз. Им очень удобно дружить вместе. Видите, пожалуйста. Никто забитый не сидит, не дрожит, не трусится. Все играют, веселятся. Здесь очень тепленько, уютно, весело. Еще приходят взрослые. Их воспитывать обязательно. Без взрослых, конечно, я считаю, что социализация тоже не та. Щенки отдельно сидеть сами щенками тоже не должны. Обязательно должны взрослые показывать правила поведения, воспитывать их. К нам хочет Чика. Ну, пойдемте. Пусть детки еще покувыркаются, побегают. Так, нет, Чикочка. Вот как только у нас чуть-чуть потеплеет, мы начнем уже с малышами выходить. Ну, вы знаете, у нас и в январе может плюс 20 быть. Главное, чтобы не было сыра. Так, выходим. Давай, давай, на, 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 на. Так, и мы, конечно, обязательно... Роликс, отойди. Отойди, у меня такая дверь. Я недавно себе прищелила ногу. Боже, не дай бог собаку прищемить. Ну, вот так вот, Чикусенька. Ну, еще раз всех моих любимых, наших, всех друзей. Спасибо вам, сколько вас у нас стало. У нас практически 13 тысяч подписчиков. Очень много подписчиков прибавилось в Ютубе. Ну, дело даже не в количестве, а в качестве. Как говорится, спасибо вам всем. Люблю вас. И еще раз хочу подарить вам свою любовь. Ту, которую дарят мне вот эти мои чудики. Любимые мои красавицы и красавцы. Еще раз хотим подарить вам улыбку. Улыбайтесь. И кому интересно, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал Чихуахуа Костропула Крым. И мы будем радовать вас нашими видео о жизни наших малышей. Вот этих вот Чихуашечек. А также Чикуся нашей Спанельки. Нашей немецкой овчарки Сабинка. Тоже передаем ее деткам. И всем-всем большой привет владельцам наших выпускников. И, естественно, звездой нашего канала Этуаль. Нашей бультерьерки. Шкоды Шкодные. Любимки. И те, кто спрашивает, кого из них я больше всех люблю. Ну, вот невозможно разделить. Каждый по-своему. Каждой собаке свой характер. Абсолютно разных. Нет одинаковых. Есть похожие. Есть передаются там от папы, от мамы. Есть похожие. Но они все разные абсолютно. Находим сходство. Ну, вот посмотрите на этого космоса. И когда вот они ходят на задних лапках. И когда они только руку протянешь, уже лежат на спине. Чешите мое пузико. Это все передается от наших собак с их детям. И вашим, ну, нашим выпускникам. Поэтому еще раз хочу напомнить. Все, кто стал владельцем наших выпускников. Напоминайте мне. Я вас добавляю. Как только малыш приехал в ваш новый дом. Я добавляю вас в группу. В которой вы общаетесь между собой. Она у нас есть и в Вайбере, и в Ватсапе. Где вы можете делиться своими радостями. Своими фото, видео. Просто общаться, задавать друг другу вопросы. Я считаю, что это очень много. Что получаете консультации не только от меня. Но еще друг другу помогаете. В каких-то вопросах. Это гораздо интереснее делать все вместе. Еще раз люблю вас. Всех с Новым годом. С новым счастьем. С новой жизнью. В миг переворачивайте все. Не бойтесь. Идите вперед. И у вас обязательно все получится. Всем пока. До новых видео. До новых встреч. Встретимся с таким видео уже с вами в новом году. В 2022. Люблю вас. Любви вам. Добра. Тепла. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...